С восьми недель обвинений Расти Сэвиджа в убийстве Кэролин Палимус, сегодня мы наконец узнали, виновен ли он, а если нет, то кто на самом деле ответственен за убийство. Этот сериал – одно из лучших шоу на ТВ-нетно, и конец каждой серии оставлял вопросы о новых подозреваемых и заставлял задуматься, кто мог это сделать. С неожиданным поворотом в конце давайте разберем все, что можно вынести из финала сезона. Вот объяснение концовки восьмого эпизода предполагаемой невиновности. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры – объяснение концовки. Итак, кто-нибудь угадал правильно? Я видел теории в комментариях о двух причастных, но не предполагал, что Джейден и Расти окажутся замешаны по отдельности. Итак, выяснилось, что Джейден, дочь Расти, была виновна в убийстве Кэролин, а позже, в другое время, Расти вернулся к Кэролин после того, как ушел от нее ранее той ночью и обнаружил ее мертвой. Именно в этот момент он решил связать ее, чтобы создать впечатление связи с делом Банни Дэвис, чтобы сбить со следа и защитить того, кого он считал виновным. Это потому, что он думал, что только его жена Барбара могла убить Кэролин. Но прежде чем углубиться в концовку и ее смысл, рассмотрим остальную часть эпизода перед раскрытием. Начало эпизода было посвящено кочерге, найденной в доме Томми Молто в конце предыдущего эпизода. Было решено не использовать ее на суде, так как прокуроры не знали, была ли это та самая кочерга, которая использовалась при убийстве. Отпечатков не было и ничто не указывало на то, что его взяли из дома Кэролин. Но мы знаем, что это было орудие убийства, потому что Джейден забрала его после удара Кэролин, закопала, а в день суда поехала к Томми домой и подбросила его туда. Она боялась, что отец сядет за ее преступление, поэтому Томми стал ее врагом. В этом эпизоде был момент, когда все еще намекали, что Барбара могла быть убийцей. Впервые это показали, когда она беспокоилась о кочерге и задавала вопросы о ней. В ее глазах был страх, а когда все ушли, был кадр, где она сидит одна, опустив взгляд, полностью изолированная, словно глубоко задумавшись и тревожась о чем-то. Однако оказалось, что она просто переживала за исход дела мужа. К тому же был и второй случай. Когда Расти признали невиновным, она не выглядела особо радостной, а просто смотрела вниз и сжимала руки, словно беспокоясь, что теперь подозрения падут на нее. Сериал пытался сбить нас с толку, намекая на причастность Барбары, как в романе и фильме, так что понятно, почему создатели пошли этим путем. В этом эпизоде, перед заключительной речью Расти, Джейден подошла и спросила, нужна ли помощь. Вероятно, это указывало на ее чувство вины. Она волновалась, что речь отца может навредить ему. Ее объятия перед оглашением вердикта были полны искренней любви. Но узнав о ее вине, чем дольше длились объятия, тем тревожнее становился ее взгляд. Даже ее поза, слегка сгорбленная, со сложенными руками, выдавала, что она чувствует нечто большее. Ее тело словно показывало нам, что она пытается все скрыть внутри себя. Заключительная речь Расти в суде стала для меня одним из самых ярких моментов финального эпизода. Я увидел эмоции, страсть и желание не оказаться за решеткой, а быть признанным невиновным. А когда стало известно, что он участвовал в связывании Кэролин после ее смерти, это показало, что он психопат, которому удалось всех убедить в своей непричастности, заставив даже нас, зрителей, чувствовать себя одураченными, ведь я не подозревал его после всего, что видел за эти недели. Думаю, ключевая фраза эпизода – разумные сомнения в изобилии. Так зачем мы здесь? Это было очень точно. Дело Томми Молта строилось на личной Вендетте против Расти. Он завидовал каждому аспекту его жизни. У Расти была семья. У него была работа, о которой мечтал Томми и которую он в итоге получил. Расти был с Кэролин, а она не хотела быть рядом с Томми. Их жизни были полной противоположностью. Это был шанс Томми взять верх над Расти в жизни. Зависть в глазах Томми была очевидна. Его речь была слабее речи Расти. Томми стал одержим идеей свергнуть Расти, как Расти был одержим Кэролин. Это поглотило его целиком. Даже после оправдательного приговора реакция Томми была… Да, он меня избил. Это указывало на личный характер дела. Расти защищал себя сам, но его адвокатом был Раймонд Амайя. Томми их не упомянул. Это показало его истинные чувства, на которых и строилось все дело. Косвенные улики указывали на присутствие Расти там. Когда раскрыли убийцу, Расти думал, что это Барбара, поэтому признался в сокрытии убийства Кэролин. Но Барбара не понимала, о чем он. Когда вошла Джейден, она призналась в убийстве. Я считаю, это был хороший поворот сюжета. Одно время я подозревал Джейден, особенно из-за теории диссоциации, упомянутой ранее. Расти даже упомянул об этом в этой сцене. Однако во флэшбеке казалось, что Кэролин слегка спровоцировала Джейден, сказав ей, что беременна от Расти. Это выглядело нехарактерно и стало главной причиной, приведшей к ее гибели. По-моему, эта концовка показала, что Барбара, как и Кэролин, была жертвой всего происходящего. Она изо всех сил старалась сохранить свою семью. Семью, которая буквально разваливалась на части. Расти сказал Джейден, что они никогда об этом не заговорят, и что она действовала в целях самозащиты семьи. Расти также сказал, как они все любят друг друга. Барбара в шоке на заднем плане показала, что она не знала ни мужа, ни дочь. Значит, семья, которую она пыталась защитить, состояла из чужих людей. В финальной сцене играла песня «You don't know me», и слова «You» звучала песня «Думаешь, знаешь меня, но не знаешь». Когда мы увидели, что Рэймонд уже вышел на пенсию. Томми Молто ушел от Расти Сэвиджа и Кэролин Полимус. А семья Сэвидж ужинала вместе, смеясь и выглядя как одна большая счастливая семья. Но на самом деле в сердце этой семьи таились темные секреты. Секреты, способные разрушить ее. Взгляд Расти на Барбару был полон любви, и Барбара ответила взглядом, в котором тоже была любовь. Но чем дольше она смотрела, тем яснее проступала неуверенность в ее глазах и почти страх находиться рядом с семьей, которую она на самом деле не знала, что перекликалась с играющей песней. Мой отзыв о финале. Я считаю, что финал был просто отличным. Темп был хорошо выдержан, неопределенность в начале, вердикт в середине и раскрытие в конце. Доволен ли я раскрытием? Да, пожалуй. Мне понравилось участие Расти, ведь это объясняло, почему его ложь в первые 48 часов была так важна. Это также показало, насколько хорошо он выполнял свою работу, хоть и в извращенном смысле. Ему удалось убедить присяжных в невиновности, хотя он участвовал в сокрытии смерти Кэролин. Он психопат. В этом сезоне было много кадров, где он смотрел в зеркало и видел два разных отражения. Я всегда думал, что в этом есть смысл. И развязка это подтвердила. Музыка в этом шоу была одной из лучших со времен наследников. Я бы даже сказал, что одна из лучших композиций звучала, когда присяжные входили в зал суда для оглашения вердикта. Был этот диссонанс, который создавался аккордом в конце хорошо аранжированной пьесы, вызывая у нас дискомфорт и желание. Попробуем понять, что чувствовал Расти в той ситуации. Даже музыка во время речи Расти увлекла нас и отлично дополнила его слова. Каждый актер в этом шоу показал потрясающую игру. Не было ни одной роли, которая казалась бы неподходящей или слабее других. Все актеры убедительно сыграли, позволив мне по-настоящему понять персонажей. Джейк Джилленхол и Билл Кэмп были моими любимыми исполнителями. Их экранная химия была очень сильной. Чувствовалась забота между ними. Жутко, что Расти, лучший друг Реймонда, которого тот защищал, испытывал вину. Это показало, что Реймонд на самом деле не знал своего лучшего друга. Хоть дело закрыто и история завершена, подтвердили второй сезон шоу. Думаю, это будет антология, где каждый сезон – новое дело. Лично я считаю, что это отличный подход. Сейчас мало хороших антологий, и это может стать лидером. Шоу называлось «Презумпция невиновности», но Расти считали виновным. Хоть он был виновен частично. Расти и Джейден Сэвидж избежали наказания. Было приятно обсуждать шоу и строить теории вместе с вами. До следующего раза. Вот и все. «Презумпция невиновности», 8 серия, «Разбор концовки». Полный разбор сериала по ссылке в верхнем углу. Там целый плейлист.